В этом составе Думы пять человек, которые с 93-го года являются депутатами всех созывов. Николай Михайлович Харитонов, у нас знаковый человек во фракции, который и до избрания этой Думы занимался высокой государственной деятельностью. Я не знаю, поздравлять ли вас или сочувствовать, с датой исполняется 25 лет Совету Федерации Думы и той Конституции, которая принята после расстрела советской власти нашего законного парламента. Ситуация за эти годы складывалась довольно сложно и драматически. Мы считаем, что Ельцин и его подельники, которые пришли к власти, почувствовали уже в 92-м году, что им не удастся провести так называемые реформы, точнее разворовать и растащить собственность, конвертировав власть в огромные доходы и капиталы олигархической клики, которая была рядом с ним. И тогда, в начале 93-го года, был издан опус «Особый порядок управления», который мы не хотели воспользоваться для того, чтобы и дальше незаконно распродавать страну своим подручным. Но мы провели тогда здесь, на Манеже, почти 100-тысячную манифестацию. Власть сдрогнула и отказалась от этого опуса. Тем не менее, срочно возникло предложение провести референдум «Да, да, нет, да», по которому надо было снести Верховный Совет и утвердить свое самовласть. Ну и на этом референдуме граждане Российской Федерации отказали Ельцину и ее команде в таком доверии, а потребовали, чтобы нашли согласие с Верховным Советом РСФР. И тогда родился указ 14.00, хотя уже была создана Конституционная комиссия, и можно было спокойно, грамотно и профессионально отрабатывать все позиции новой Конституции, обсудить их с гражданами. Вместо этого расстреляли парламент и своими указами определили порядок голосования за эту Конституцию. За Конституцию Сталинскую 1936 года голосовало и обсуждало почти 75 миллионов человек, Брежневскую 140 миллионов. Здесь фактически она была опубликована только в российской газете. Мы исследовали, в лучшем случае, 1-2 человека из 100 были знакомы с этой Конституцией. Она готовилась очень узкой группой лиц, во главе с шахраями и им подобными. Они списали эту Конституцию с американской, немецкой, австрийской, французской, но полностью выбросили из тех буржуазных Конституций, где были ограничения и противовесы, для того, чтобы не утвердилась президентская самовласть. И в результате родилась Конституция, где президенты имеют полномочия больше, чем царь, советский генсек и американский президент вместе взятых. Всех награждает, всех назначает, всеми командует, всех уволняет и ни за что не отвечает. Никаких сдерживающих рычагов, даже в форме импичмента, в этой Конституции не оказалось. Мы считаем, что она была специально принята только для того, чтобы утвердить олигархически-буржуазный строй, который совершенно противоестественен нашей стране и нашему народу. Наша партия все сделала для того, чтобы ограничить эту самовласть. Мы в данной Думе не благодаря милости власти, а благодаря поддержке граждан. Тогда, после расстрела парламента, нас всех допросили, всех запретили, газеты и средства информации тоже ликвидировали. Но видя, что фактически, кроме их подручных, в списке избирателей и в списке партии нет никого, решили за неделю выпустить нас и были уверены, что мы не соберем 100 тысяч подписей. Мы собрали в два раза больше. Мы все сделали для того, чтобы рассказать людям о той трагедии, которая произошла в октябре. И все сделали для того, чтобы укреплять основы российской государственности. Та конституция, которую протащили на крови тогда, не уберегла нас ни от чеченской бойни, в которой погибло более 100 тысяч человек, ни от дефолта, где обвалились все финансы, не уберегла нас от провокаций, от нашествия НАТО, от бандеровщин на Украине, не уберегла нас от массового обнищания граждан и парализации целых отраслей экономики. Погубили 80 тысяч только промышленных предприятий и почти 50 тысяч коллективных хозяйств. Наши фракции и партия все делали для того, чтобы восстановить порушенное хозяйство и страну. Мы первые еще в 1996 году в марте денонсировали Беловежский сговор. Правда, в ответ последовало злобное шипение, попытка ввести снова чрезвычайное положение, но наша энергичная работа приостановила и эту провокацию. После дефолта мы предложили формирование правительственно-национальных интересов народного доверия. И оно в лице Примакова, Маслякова и Герасченко, и потом присоединилось к этому Матвиенко, вытащили страну, оттащили ее от края пропасти. Мы все сделали из того, чтобы принять законы о промышленной политике, стратегическом планировании и народных предприятиях. И они и сегодня оказываются самыми эффективными и лучшими. Под первым посланием президента Путина я бы и сегодня подписался. Речь шла о подлинном социальном государстве, шла о поддержке народных предприятий, науки, образования, о равных возможностях, но затем снова страна в области финансо-экономической обвалилась в Ельцинскую вороватую колею и в 2008 году снова попала в тяжелый финансо-экономический кризис. Десять лет мы кувыркаемся в этом кризисе. За десять лет темпы составили всего 4% у тех же американцев 16, а у кицайцев 101. И в результате мы имеем то, что имеем сегодня. Даже те небольшие свободы слова и демократические возможности проведения выборов в референдум, которые были в 90-х, поломаны сегодня. Сегодня продолжаются административные выборы. Сегодня нет возможности провести даже референдум по пенсионной реформе. Мы по пенсионной реформе подготовили свои обращения, почти 100 депутатов подписали из трех фракций и отправили их в Конституционный суд. Мы будем и дальше энергично бороться за социальные права трудящихся. У нас готова программа «10 шагов в достойной жизни». У нас есть все необходимое для того, чтобы сделать 20 шагов в достойной жизни каждого гражданина. Эту программу наш кандидат президент Грудинин предложил на прошедших президентских выборах. У нас готов закон образования для всех. И 12 законов, которые мы внесли для того, чтобы сформировать бюджет развития в 25 триллионов. Мы считаем, что наша партия и наша фракция делали многое за эти годы, для того, чтобы сохранить стабильность в стране, ее безопасность и спасти граждан от нашествия жадной и алчной олигархии, которая цепко вцепилась в горло нашей державы. Самая большая опасность – это социальный раскол. Сегодня 200 семей захватили 90% национального богатства, чего нет в африканских странах. Сегодня 20 с лишним миллионов человек влачат жалкое существование, являясь нищим. Сегодня каждый второй гражданин страны балансирует у порога нищеты. Мы считаем, что та конституция, которую тогда приняли, не выполняет главную функцию, не обеспечивает вывод страны из кризиса, не дает равные возможности для развития страны, по-прежнему душит всю социальную сферу и разрушает один из главных пунктов даже этой конституции, который гласит, что мы строим социальные государства, а власть не имеет права принимать законы, которые ухудшают социальные самочистия трудящих. На мой взгляд, давно назрели соответствующие изменения. Мы вносили в свое время, три раза делали попытки закон о гарантиях оппозиционной деятельности. Президент тогда их не подписал. Мы вносили предложение о жестком контроле со стороны народа за исполнительную власть. Они отказались. Результат, как видим, весьма плачевный. Страна давно созрела для внесения серьезных изменений в Конституцию, корректировки курса и создания реальных условий для развития страны. Мы боролись за честь и достоинство державы и будем бороться. Для нас главной ценностью всегда была справедливость и благополучие трудящихся. Мы считаем, что наша партия и фракция играют огромную стабилизирующую роль и по-прежнему будем все делать для защиты интересов трудящихся. Как бывший депутат Народного съезда РСФСР, и многие вы не знаете, но я вам обязан сказать, тогда на самом деле был объявлен конкурс на написание Конституции Российской Федерации. И на самом деле тогда этот конкурс выиграл Саратовский юридический институт. Но той комиссии, в которой участвовал активно Шахрай Сергей Михайлович, та Конституция не понравилась. Там на самом деле были пропинствованы то, о чем говорит Геннадий Андреевич, баланс властей, не нарушая друг друга возможностей. И не случайно вот та приватизация, о которой то поколение будет помнить пока живо, потому что обокрали та товарищеской бандитской приватизацией, которая привела то, о чем опять же говорил Геннадий Андреевич, более 27 миллионов об этом не стесняясь говорит и президент России, начало было положено тогда, я вот перед вами депутат того времени, было положено тогда, когда писался закон Верховного Совета РССР приватизацию проводить по китайскому варианту, не буду называть фамилии, кто закрыл этот закон и написали указ. Та приватизацией прошла товарищеская, бандитская, с подачи Чубайса, Анатолия Борисовича, по указу президента того времени, Бориса Николаевича Ельцина. Это на самом деле было так. И когда 11 января Первая Государственная Дума, она была укорочена, переходная, два года работы всего, собралась 11 января в здании СЭФ, сегодня мэрия города Москвы, Виталий Иванович Севастьянов, Царство Небесное, он был во фракции КПРФ, было поручено возглавить комиссию по проверке результатов голосования по референдуму. И тогда, когда он вместе с комиссией пошел в соответствующие органы, в администрацию президента, по указу президента, вся документация должна была храниться год. Через некоторое время, в конце января, он приходит и докладывает, что все документы уничтожены. А председатель Центральной избирательной комиссии того времени Николай Рябов с подачи администрации президента был отправлен за границу послом, чрезвычайным, в Техсловакию. Вот исторические факты, которые я еще при жизни помню, знаю и говорю вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова